Привет! В этом видео хочу поделиться процессом создания уровня для игры от первого лица. Работаю над ней в качестве художника по окружению. Начну с поиска референсов, моделирования, покажу, как создаю мультяшные текстуры, как оптимизирую и какими аддонами пользуюсь. Буду работать в Blender и Photoshop. В конце будет анонс конкурса, где разыграем вот этот микрофон. Присаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Все мои работы начинаются с поиска референсов, проще говоря, примеров. В этом случае мне нужно знать, как выглядит вагон типа СВ, какие материалы, цвета чаще всего используют. С технической стороны нужно узнать размеры коридора, окон, дверей и кресел. Частично ищу сам, а частично узнаю у нейросетей. Например, ширина коридора около 55-65 см, но в игре лучше сделать шире. Чуть позже объясню почему. Стиль у игры рисованный и близкий к аниме. Примеры чаще всего ищу через Яндекс, Картинки и Пинтерест. По моему опыту Яндекс точно понимает запросы, а у Пинтереста система подбора картинок неплохая. В финале этого этапа согласовываем визуальный стиль с заказчиком и приступаю к блокингу локации. Начинаю с пары вытянутых по длине кубов. Это пол, потолок, боковые стены. Всего в этом вагоне будет 6 купе. Стенки между купе делаю тоже из кубов. Дублирую их через модификатор Эрей с фиксированной дистанцией 2 метра 15 сантиметров. Это будет ширина одного купе. Чтобы сделать дверные проемы, вычитаю из стенки нужную форму. Addon Bull Tool помогает делать это быстрее. Таким же образом делаю окна. Скругление краев создаю бевелом в виде модификатора. Стараюсь использовать модификаторы чаще, в случае чего легче исправить форму. Диванчик обозначаю параллепипедом, отзеркаливаю относительно центра купе. Затем подбираю размеры столика. Под ним размещаю батарею по фронтальной стене. Все делаю в виде примитивов. Пропорции оцениваю от первого лица. В режиме Walk Navigation он активируется клавишами Shift плюс стиля. Угол обзора рекомендую ставить около 26. Больше горячих клавиш я разобрал в этом видео. Увеличиваю размеры вагона примерно в 1,3 раза. Так при игре не будет возникать ощущения тесноты. Это популярный трюк, применяется к дверным проемам в большинстве игр. На создание раздвижных дверей потратил больше времени, ведь они должны не пересекаться и точно попадать в пазы на верхней части. А эта конструкция состоит из бесшовно повторяющихся частей. Под окном обозначаю вторую батарею. Над ней пор очень просто в виде цилиндра. Когда с пропорциями основных элементов решено, можно добавить больше деталей. Полки были вдохновлены существующим дизайном. Детализирую форму дверей и столика, добавляю ручки, обозначаю лампы. Удобно, что все изменения в первом купе дублируются через модификатор Array в остальные. Добавляю рамку к окну и внутреннюю вставку. Еще делаю форточку. На мой взгляд, главное не закапываться в проработку реального устройства всего подряд. Для моделирования игровых локаций достаточно понимать внешнее устройство вещей и делать их красиво, не забывая о масштабе. Все же я не инженер-конструктор, а просто художник. Шторки делаю с небольшой вариативностью по длине, чтобы задать ритм в форме окон. Куда же без ковриков? Один длинный выглядел бы, ну, скучно, плюс нужно избавиться от тайлинга, который заметен из-за повторяющихся элементов. Давайте пройдемся и посмотрим, что к этому моменту я успел сделать. Диванчики смоделировал, тоже опираясь на реальные дизайны. Стыки на углах закрыл накладками и добавил дверцы верхним полком. Моделирую крепление столика к стенке так, чтобы оно стилистически сочеталось с остальным интерьером. Упрощенно воссоздаю откидной механизм под креслом. Его почти не будет видно, но все же. Скатерть на столике можно было бы просто смоделировать, но для большей точности я создал симуляцию ткани нужного размера и сбросил ее на стол. Настроил и после сохранил. То же самое сделал для занавесок, только их дополнительно понадобилось стянуть к краям. Гайды вы сможете найти на ютубе, их много, есть даже несколько способов. Конечно, после симуляции нужно оптимизировать сетку, избавиться от лишних полигонов, насколько это возможно, без потери формы. Да и в целом, я стараюсь использовать минимум полигонов по всей локации. Удаляю, если они находятся внутри и не видны, если они не влияют на детализацию и шейдинг, ну и контролирую количество подразделений на закруглениях. Стараюсь делать их на одном уровне во всей сцене. Полезно включать отображение в Airframe для проверки плотности сеток. Вдруг забыли что-то оптимизировать. Например, эту ручку в дальнейшем я упрощу. Иначе кто позаботится о стабильном FPS и адекватных размерах игры. Перед тем, как продолжим, у меня есть новость для начинающих. Вы можете пройти бесплатный курс создания игровой 3D-модели с нуля от VideoSmile. Всего за три урока вы освоите ключевые моменты работы в Blender, принципы подготовки 3D-модели для игры и дальнейший её экспорт в игровой движок Unreal Engine. Автором курса является профессиональный художник игровой компьютерной графики из студии Techland, который познакомит вас с Blender и Unreal Engine. К основным преимуществам курса можно отнести его доступность. Курс абсолютно бесплатный, да и к тому же идеально подходит для новичков. На нём вы самостоятельно с нуля создадите игровую сцену. При этом кураторы помогут разобраться в появившихся вопросах. Также вы сможете найти себе единомышленников в Telegram-чате и развиваться в сфере геймдевы вместе. Ну и конечно, приятным дополнением по окончанию курса будет именной сертификат и PDF-файл с полезными материалами от автора. Переходите по ссылке в описании на страницу курса и начинайте изучение профессии 3D-художник в геймдеве. В любой локации должны быть предметы, которые её наполняют. Их называют пробсами, то есть реквизитом. Первое, что мне пришло в голову, это разные чемоданы, сумки, портфели. Начал вот с такого чемодана. Как вы видите, все элементы упрощены. Молния — это просто линия, колёса, пара цилиндров. Честно, мне нравится моделировать именно в таком стиле. Следующий — делаю такую сумку. Постоянно использую модификатор Mirror. Второе у меня по популярности — Solidify. Постоянно сглаживаю шейдинг через Smooth Bangle, чтобы не тратить время на проставления Хартеджей. Только иногда добавляю их вручную. В среднем на создание одной штуки уходит 20 минут. После портфеля делаю чемодан в разложенном состоянии. Симулирую ткань для постельного белья. Надуваю подушку, сохраняю и оптимизирую. Такую же магию повторяю для одеяла. Тетрадь, книги, посуда, еда сами заспавнились, но нет. Искусственный интеллект пока даже такие простые штуки создаёт из огромного количества полигонов с артефактами, к сожалению. Важный нюанс в моделировании. Следует переходить от первого этапа ко второму, от одного типа предметов к следующему и не перескакивать. Это экономит внимание и время. Кстати, про экономию времени у меня тоже есть видео на канале. Текстуры для локации буду разбивать на две с разрешением по 4К. Но перед этим нужно развернуть объекты на плоскость. Делается это через назначение швов. На объекты добавляю материал с чекер-текстурой. Это помогает находить растяжение и видеть, какие модели уже развернуты. Экономить пространство на UV самое главное. Делается это с помощью оверлайпинга одинаковых частей. Например, как наружная и внутренние стороны стены. И array-копии также будут накладываться поверх, используя одну часть текстуры. Для UV-расвертки я использую три аддона. UV-тулкит с инструментами выравнивания, наложения и распределения назначения чекер-текстур. Полезная штука. Для упаковки UV-пакмастер 3 в нем есть функции фиксации оверлапа, назначение масштаба островам, отступа в пикселях. Это важно для игровых ассетов. Для 4К, например, нужно минимум 32 пикселя. И для подсчета плотности текстиля использую аддон Taxel Density. Плотность указывает, сколько пикселей на квадратный сантиметр мы увидим при такой упаковке. Я стремлюсь к значению около 5 пикселей на сантиметр. Из самых важных моментов, избегайте большого количества швов, но не создавайте заметных растяжений. Проверяйте масштаб объектов, он должен быть рамен единица, иначе UV будет отличаться от реального размера. Включите что-нибудь на фоне и расслабьтесь. Это самый монотонный этап. В итоге у меня получается 3 UV-карты. 2 для окружения и 1 для пропсов. Считаю это немного для вагона. На этот момент прошло 40 часов от начала работы. Для рисования текстуры я использую аддон Uka Paint, потому что в нём есть слои, маски и эффекты. Всего этого не хватает в обычной версии Texture Paint. На первом слое наношу базовые цвета. Бежевый для стен, серо-синий для металлов. Потолок будет холодновато-бледным, пол-синий. Важно сделать пространство читаемым, чтобы зритель сразу понимал геометрию пространства. Это значит, что цвета должны не просто гармонировать по правилу 60-30-10, а контрастировать по насыщенности и яркости, выделять важные элементы. Не говорю, что я прям мастер цвета, просто стараюсь держать эти правила в уме. Например, тёмно-синий пол отличается от светло-бежевых стен и светло-зеленоватого потолка. При этом пол не похож на поручень. Ярко-оранжевое кресло — главный элемент купе, и он сдаёт атмосферу в сторону тёплых оттенков. Про цвет формулировать мысль точно не получается, потому что это ощущение. Я не забываю про референсы, весь это вагон, и у них маленькое разнообразие интерьеров. Нужно не терять связь с реальным купе. Детализацию я делаю на отдельном слое поверх, по сути это отдельное изображение. Их храню в папке Texture рядом с проектом. Плюс у Copain в том, что когда нажимаешь Ctrl-S, он сохраняет не только сам проект, но и изображение на слоях. В Blender по умолчанию их надо сохранять отдельно. Иногда использую маски кисти, как на примере с шторками. Настраиваю нужный паттерн, выбираю тип Tilead, угол, размер и зарисовываю участок. Градиенты наношу, чтобы создать затемнение на стыках. По сути рисую эмбентную окклюзию. На углах мне нравится делать подсветку, что-то вроде фаски. Для этого меняю тип рисования с Space на Line. Ещё можно менять режимы наложения или прозрачность, чтобы регулировать яркость. Таким же образом можно делать затемнение на стыках. Для коврика создаю специальный узор и через маску отрисовываю. На полу вот таким паттерном делаю потертости. Такой стиль можно легко рисовать мышкой, без графического планшета. Свойства материалов передаю через блики и рефлексы. Где-то рисую их градиентом, где-то через лайн. При этом нужно держать один уровень детализации по всей сцене. Можно увидеть первые результаты детализации. Кресла отрисовываю максимально объёмно. Стараюсь передать их мягкую фактуру. В этом помогает запечённая АО-карта, которая накладывается сверху. Также использую её на шторках. Остальные элементы в купе рисую теми же самыми инструментами, что и коридор. Часы работы пролетают незаметно. В один момент блендер вылетел и снёс одну из текстур не просто из проекта, а целиком с диска. Я словил жуткую панику, но спас фотошоп. В нём я как раз таки открывал эту текстуру для цветокоррекции. Просто заново сохранил её и указал путь к файлу. Когда текстуры окружения готовы, объединяю слои в один. Стёкла в окнах будут полупрозрачными, так что удаляю часть текстуры ластиком и градиентом наношу подсветку по краям. Плюс два полупрозрачных блика. Информационные таблички, знаки и номера купе наложил на текстуру в фотошопе. В том месте, где осталось пространство. В блендер нарезал их на плоскости и развесил по вагону. Пробсы крашу там-сям вроде просто, но не быстро. Время уходит на подбор цветов, рисование бликов, теней. А вы просто посмотрите на результат. Можно подумать, что мы закончили. Но нет. Ещё нужно сделать фон. Всего их будет три штуки. Накидываю примерную версию террейна из трёх тайловых текстур, смешанных между собой. Дальние деревья будут в виде простой текстурки, натянутой на окружность. Всё за окном будет двигаться назад, а мы стоим на одном месте. Текстурки смещаются с разной скоростью, чтобы получился эффект параллакса. Первая локация – это поле с пшеницей. Моделирую колосья и раскидываю их по полю системой частиц в пределах одного чанка. Моделирую столбы с проводами и крашу их через Vertex Paint без особой детализации. Собираю кусты из пары плейнов со стилизованными листьями и сферой. Моделирую домик, пару простых деревьев. На переднем плане можем заметить цветы, камушки и траву. Для оптимизации уменьшил количество ржи за счёт вот таких окружностей с изображением одной гряды. Второй фон – это поле, заросшее цветами с кустами. Всё очень похоже, но отличается цветовая гамма. Она ближе к зелёному. Для третьего фона понадобились более сложные деревья, так как это будет лес. Деревья делаю через аддон Speed Tree. Потом крашу их и добавляю растительность в виде пересечения плейнов. Тут также важен шейдинг, так что делаю сглаживание через дата-трансфер со сферы. Этот фон должен быть самым холодным. Смена между фонами происходит через тоннели. Делаю его быстро, из цилиндра и расширяю по краям. Назначаю на него тайловую текстуру каменной кладки. Такие текстуры делаю из фото, обрабатываю его фильтрами фотошопа, нейронкой. Потом через специальный сайт убираю швы. Substance Painter подождёт. Для такой стилизации это слишком затратно по времени. В итоге получаем три атмосферных фона. Эта игра только начала этап разработки. Мы с командой будем честно и прямо делиться процессом. Вы можете следить тут и в отдельном телеграм-канале проекта. Ссылку оставлю в описании. Пока не могу раскрывать сюжет, но всё только начинается. Разработка ведётся на Юнити. Донаты мы пока не собираем. При желании можете показать, что вы делаете в похожем стиле, например, персонажей. Будем на связи в случае, если что. Пока на эту локацию я суммарно потратил 120 часов. Вдруг кому-то это интересно. Спасибо Данилу, это основатель, что он пригласил поучаствовать в этом проекте. А теперь к новости и конкурсу. Недавно мне приехали две коробки из Китая. Первый микрофон Fifine K688 в шикарной белой расцветке, которую я отправлю победителю розыгрыша в моём телеграм-канале. Дальше будут условия. Во второй – тяжёлая металлическая стойка Fifine BM88 с отсеком под провод. Давайте послушаем, как звучит этот динамический микрофон. Основное отличие динамических микрофонов от конденсаторных в их чувствительности. Динамические менее чувствительные и более устойчивы к высоким уровням звукового давления, что делает их идеальными для живых выступлений и записей громких источников. В общем, этот микрофон хороший и бюджетный выбор для созвонов, бесед, общения в играх. И не нужно ставить вплотную к источнику звука. Он нормально улавливает на расстоянии около 30 сантиметров. Для профессиональной записи, конечно, слабоват. В этом плане лучше взять конденсаторный от того же самого Fifine. К стойке вообще претензий нет. Супер надёжная и стильная. Для желающих условия розыгрыша. Первое. Быть подписанным на мой ютуб и телеграм-канал. Пожалуйста. Делать креативный арт с любым микрофоном, без ИИ, и отправить его на проверку. После чего получить регистрацию в конкурсе. Победитель будет выбран случайным образом, так что шансы одинаковые. Через две с половиной недели после выхода видео конкурс окончится, и работы участников опубликую в отдельном посте с подписанием автора по желанию. Всё просто. Думаю, участников будет немного, так что шансы есть. Победителю отправлю новый микрофон. Спасибо, что досмотрели. И вот ваш комплимент. Ты такой классный, как идеальный ассет. Лёгкий, красивый и всегда к месту. Всё. Теперь с вас лайк, подписка и не забывайте про конкурс. До встречи.